С новым 2017 годом, друзья! Желаю вам крепкого здоровья, исполнения всех самых заветных желаний, искреннего смеха, ярких побед и трофеев для вашей любимой футбольной команды. Пусть в жизни будет больше ярких и красочных моментов. С новым годом! Эдхо, привет! Очень хорошее видео. Как начать тренировать реализацию моментов Месси, а Неймару не есть и проникающие передачи? Очень хорошая передача у Неймара. Постарайся у Гомоша до рейтинга выше 90 прокачать. В дальнейшем можно продать, но можно и заиграть футболиста. Поскольку он перспективный, рыночная стоимость будет высокой. Надеюсь, ты не продашь воспитанников. Буду рад, если молодежь заиграешь. И можно Роберто прокачать. Как по мне, все равно не нужно тебе. Как по мне, лучше молодежь заиграть будет лучше. Спасибо за видосы, спасибо за комментарии. Немножко хромает пунктуация, грамматика, но в общем, я тебя понял. Спасибо. Реализация моментов Месси зависит напрямую от меня, то есть, если он где-то не попал, я кричу на него, виноват я, это не теменя. Точность удара левого у FIFA 17 равна около 95 его финишинг. Поэтому, ну, если он не попал, то это чисто моя вина. Тренировки лучше всего, конечно, не для Неймара, так как они действуют более эффективно для игроков до 25 лет, а максимально эффективно для игроков до 23 лет. Неймара без того хорошо качается, вы это сами видите. Неймара уже 32, да и прокачивать ему передачи то же самое, что прокачивает дриблинг тому же Месси или Неймару. Гомош останется в Барсе как минимум до лета, вы видите, что он творит, какие голы важные забивает. А потом, возможно, я его отпущу, но за сумму не менее 70 миллионов евро. Вот так вот. Поскольку Андрю Гомош, ну, не думаю, что такой суперважный игрок в реальной жизни в Барселоне, но если за него дадут приличную сумму 70 миллионов евро, то я его отпущу. Вот так вот. Воспитанников я, наоборот, пытаюсь возвращать, никак не продавать, но случай с Жордим Асипом сюда не входит. Думаю, вы сами поняли. Сырна мне не нужен, он нужен Луису Эндрике. Но так как Луису Эндрике за ним следит, я тоже за ним слежу. Если его подпишут в жизни, то и я его подпишу. Я уже об этом говорил. Та же самая ситуация и с Концелло, и с другими слухами и игроками. Слухи о его переходе в реальной жизни не угасают, Сырна, поэтому будем следить за ситуацией, и потом уже посмотрим. Спасибо за комментарий. Как обычно, всё на высшем уровне. И да, у тебя нет левых вингеров на подмену Неймару. Советую подписать Караско из Атлетику, или же Филиппа Андерсона из Лацио. Да, есть Деннис Суарес, но он всё-таки более ЦП, чем фланговый игрок. Ещё я слышал, что летом за 30 миллионов евро Концелло перейдёт в Барсу. Они там с Валентией договорились. Большое спасибо за комментарий. Очень интересная тема поискать левых вингеров. Я согласен, что Деннис Суарес больше центральный полузащитник на позицию Ниесты. Возможно, будущая замена Ниеста пока никто не знает. Не хотелось бы сажать Караско и Андерсона на лавку в Барселону, если я их куплю, так как они являются ключевыми игроками для своих клубов. Поэтому, скорее всего, эти оба варианта отпадают. Но я за ними всё же послежу. И на эту позицию лучше всего поискать, мне кажется, игрока из Ла Масси. Например, того же Сандро Рамиреса, Адама Траори, Жерарда Лоуфелла. Вот кого-то из этого списка. Ну или какого-нибудь молодого игрока примерно рейтингом до 80, не выше. Потому что если выше, то это уже будет ключевой игрок для своего клуба. Я его просто возьму и посажу на лавку в своем клубе. Но как-то не очень. Я не люблю так делать. За ситуацией с Канцелло также слежу. Я уже говорил об этом в прошлом комментарии. Но меня больше всего бы устроил вариант с Алишем Видалем, Серхи Роберт. И сейчас много слухов опять появилось о том, что Алиш Видаль может опять уйти. В Галата Сарай. Куда он только может не уйти. И, блин, на самом деле эта ситуация меня очень напрягает. Я бы очень хотел, чтобы лучше остался Алиш Видаль. Никаких соревнований Канцелло не приходило. Барселона поберегла свой бюджет. И как можно больше воспитанников в клубе осталось. Ведь Алиш Видаль все-таки является воспитанником Барселоны, как и Серхи Роберто, если кто не знал. Привет, Эдхо. Как всегда, видос у тебя на лучшем. Продолжай в том же духе. Ты молодец. Твои видео смотреть очень интересно. Скоро зимние трансферы. Будь любезен, верни, пожалуйста, Дэллоуфелу. Он очень перспективный игрок. И не стоит делать много трансферов. Это не по-барселонски. Вискаль Барса. Вперед, Ртыш. Вперед, Заповладар. Удачи, бро, дальнейших перспектив. Спасибо за комментарий по поводу Дэллоуфелу. Я обязательно скажу до матча с Испаньевым, как и по Тиаго Алькантере. Но скажу однозначно, что шанс на его покупку в это зимнее трансферное окно не менее 55%. Но если он не главный кандидат на покупку в зимнее трансферное окно, то в 5 самых главных кандидатов точно входит. Скажу сразу, туда не входит ни Дебало, ни Каутинио, ни кто-либо другой. Тут входят Дэллоуфелу, Тиаго и другие игроки, но никак не Каутинио и Дебало. И насчет большого количества трансферов в зимнее трансферное окно. Слишком много трансферов я не собирался делать, особенно больших, так как в жизни у Барселоны возникают определенные проблемы с выделением финансов на трансферы, так как Барселона в реальной жизни летом потратила целых 130 миллионов на трансферы. Вы понимаете, скажете, на кого? А вот Селесен, Паку, Алькасер, Андрюк Гомыш, Умти-Ти. Кого еще Барселона подписал, даже не помню. Вот на этих всех ребят Барселона в общей сумме потратила 130 миллионов евро. Их сейчас выкладывается на полную только Самуэль МТТ, оправдывает деньги, за которые отдали остальные. Блин, можно было вместо Андрюк Гомыша того же Каптума поставить, или Жерара Гумбао из Барселоны Б. Вообще разницы не заметили в реальной жизни. Но вот в FIFA Андрюк Гомыш мне очень помогает. Но вот в жизни Андрюк Гомыш разочаровывает меня очень сильно на самом деле. Денис Суарес оправдывает надежду, но за него заплатили какие-то 3 миллиона евро. Яспер Селесен, слышали новость, что он травмировался во время рождественских праздников? То есть тогда не было ни тренировок, ничего, просто он получил травмы. Выбыл, по-моему, то ли на месяц, то ли на два месяца просто, понимаете? Там, не знаю, упал, подскользнулся, сломал ногу. Все, нету вратаря. За него, по-моему, Барселона 25 или 30 миллионов евро. Он провел один матч, пропустил там несколько голов. Потом провел еще один матч в Кубке Короля, по-моему, против Геркулеса. 7-0 сухой матч отстоял. И все, по-моему, Селесен больше не играл. Вот так вот. Виска Эльбарса, Виска Каталуния. Как вылеча Кайрата, желаю удачи, что в новом сезоне. Желаю получить долгожданные серебряные медали. Ну и нам, кайратовцам, желаю, конечно же, золотые медали. Очень мы этого долго ждали. И, надеюсь, 2017 станет именно тем годом, который мы так с каждым годом ждем, ждем, ждем. Надеюсь, 2017 оправдает наши ожидания и надежды. Ауга Кайрат, Виска Эльбарса. А это правда, что мода Модинг Уэй на FIFA 17 не будет? Спасибо вам за вопрос. Да, FIFA 17 не будет абсолютно никаких модов. В том числе, того счета, новые бутсы, новые формы, новые команды, новые лица, мини-фейсы. Кубный чемпионат мира, другие там дополнительные турниры. Лига чемпионов лицензированная. Всего этого не будет. Причиной является новый движок Frostbite, который команда Модинг Уэй так и не смогла взломать за полгода. Ну и наверняка за оставшиеся полгода до выхода FIFA 18 наверняка не взломает. Конечно же, очень печально и обидно. Но все же небольшие шансы. Нам буквально 5-10% остается на то, что все-таки возможно взломать этот новый движок Frostbite. Но все же слишком мало эти шансы. Но будем верить. Привет! Видео шикарное. Я слышал, Луис на реке хочет вернуть Тиагу Алькантру за 40 миллионов. Зимнее трансферное окно, кроме Тиагу, хотелось бы вернуть Даню Куалвеса. Как тебе? Привет, спасибо. Да, слышал, конечно, то, что Тиагу хотят вернуть. Но я хотел вернуть Тиагу еще в FIFA 16, но подписчики захотели Пагба. Трансфер поля, как я и предполагал, оказался провальным. Спустя пару недель после того, как я его купил, он травмировался на целых 3 или 4 месяца. И смог помочь нам лишь в заключительных сериях, в финале Лиги Чемпионов. И то особо не помог. Не показав той игры, которую мы заплатили, за него около 70 миллионов. Плюс Ракитича, если кто смотрел FIFA 16 карьеру, то отпишитесь в комментариях. И вернемся по Тиагу. Я скажу пару слов по Тиагу перед матчем со Спаньом обязательно. Но я скажу сразу, что шансы на покупку Тиагу выше, чем на покупку Каутинио или того же Коке. Но шансы на покупку Тиагу выросли до 70%, так как я провел голосование в группе ВКонтакте. И, в принципе, вы все хотите, чтобы Тиагу вернулся в Барселону. Поэтому шансы на покупку Тиагу выросли примерно до 70-75%. И все будет зависеть от того, как Барселону в реальной жизни будет действовать на трансферном рынке. Про Ауэса. Даже если бы я хотел его вернуть, то только смог бы летом 2017-го, так как он только полгода назад ушел в Juventus, а в FIFA. Можно покупать игрока, который только-только ушел, только через год. Если он только ушел из вашей команды, если вы начали карьеру за этот клуб, и там какой-то игрок только ушел в это трансферное окно, в летнее 2016-е, то вы только ровно спустя год сможете купить этого же игрока обратно в свой клуб. Вот так вот. Спасибо всем за комментарии. Приступаем к ролику. Всех еще раз с Новым Годом. Всем привет. С вами отходит карьера за Барселону в FIFA 17. Сегодня у нас очень важный день. Записываю эту серию в среду, 28 декабря. Спасибо за то, что набрали 80 лайков, даже 86 лайков на момент записи этой серии. Я не мог устоять. Вы так просеяли классику, и сегодня оно у нас состоится. Но перед этим мы также сыграем очень принципиальный матч для Барселоны в реальной жизни. Матч против Эспаньола. Дерби Барселоны. Надеюсь, вы поддержите меня лайками. Давайте наберем 70 лайков и выйдет в следующая серия. Почему так много лайков я прошу? Потому что в следующей серии открывается трансферное окно. И все первые подписания мы уже произведем в следующей серии. Возможно, даже новички уже успеют дебютировать за клуб. Ну а перед тем, как начать играть в матчи с Эспаньолом и с Реал Мадридом, я бы хотел сказать... Ну а перед тем, как приступить к матчу с Эспаньолом и Реал Мадридом, я бы хотел поговорить о трансферах. Вернее, о трех трансферах, которые Барселона почти что официально оформила, но переговоры уже там на 90%. Ну, первые два уже на 95%, вторые где-то на 60%, еще не точно, но очень вероятный факт. А если вы следите за группой ВКонтакте, то вы наверняка понимаете, о чем я сейчас говорю. Первый трансфер, который на 95% уже состоялся, трансфер на правах аренды. Анхелину почти что официальный игрок Барселоны. Контракт с 19-летним защитником подписан на... Второй официальный трансфер Эмре Мор официально игрок Барселоны. Контракт также рассчитан до конца сезона, также на правах аренды. С правом обязательного выкупа за 10 миллионов евро. Ну и третий игрок, переговоры еще только на стадии... На стадии разговоров с Баварией, то есть еще неизвестна цена, сколько Бавария запросит, но... И мистер Эдхой в реальной жизни, кстати, Луисен Рикки. Очень заинтересован в возвращении Тьяго Алькантера в состав Барселоны, но я думаю, мне бы не помешало вернуть его. Так как у меня большие проблемы в полузащите, вы сами это знаете. Вводя того, что я выпускаю уже игроков Барселоны Б, которые в принципе справляются, но все равно нужен кто-нибудь такой вот как Тьяго. Ну и я лично очень заинтересован в возвращении Тьяго, на самом деле этот игрок меня очень симпатизирует. Ну и фактом является то, что он является родным братом Рафини Алькантера, который у нас выступает в Барселоне. Даже в списке лучших бомбардиров чемпионата, по-моему, с 5-ю забитыми мячами или с 4-мя забитыми мячами. В общем, переговоры еще идут с самой Баварией. То есть до Агента, до самого Тьяго еще стадия не дошла, но вот с Баварией мы пока обсуждаем цену. В общем, продлил я с контракт с Луисом Суаресом до 2021 года и также с Каптумом и Борхо Лопесом, так как они очень хорошо играют, особенно в кубковых матчах. Но и Жур Демасиб пока что не хочет продлевать контракт, не знаю по какой причине я хотел продлить, не знаю из-за чего. На самом деле я вообще хочу Жур Демасиба продать, если честно. У меня есть Луис Суарес, который уже выше его рейтингом, который моложе его и который в кубковых матчах очень неплохо стоял. Напомним, Жереми Матьео отказался от продления контракта с Барселоной. Вокруг этого события тут же развернулась широкомасштабная полемика. Вчера вечером мы связались с агентом игрока. Он вновь подтвердил, что это решение было принято скорее из-за профессиональной неудовлетворенности, и его клиента не жалеть за денег. Даже если бы руководство Барселону предложило удвоить зарплату, не думая, что он бы согласился продлить контракт. Ему было хорошо в этом клубе, но все когда-то заканчивается, теперь он готов открывать новые спортивные горизонты. Позиция игрока немного прояснилась, и болельщики должны приготовиться к тому, что скоро игрок уйдет из команды. Но с травой МТТ я не отпущу Жереми Матьео за сумму менее чем 20 миллионов евро. 20 миллионов евро сколько стоит Матьео? 7500, я его за сумму меньше 20 миллионов евро не отпущу. Вот так вот. Играем мы дома, наконец-то возвращаемся на Камп Новый с вот таким вот принципиальным для нас соперником. Ну матчи с Панелом всегда в реальной жизни очень жесткие, очень агрессивные. Думают болельщики Барселоны, которые смотрят практически все матчи, ну или хотя бы смотрели этот матч с Панелом, или прошлогодний матч с Панелом, знают, что такое Спанел, как они агрессивно играют, да и Барселона в матчах с ними довольно агрессивно играет. В общем, там настоящая бойня на футбольном поле происходит. Ну а сыграем мы полностью основным составом, исключение лишь составляет наша скамейка запасных. Возвращаем мы сюда Орда Турана, который в прошлый матч у нас сыграл, просимулировал вернее и отметился там лишь желтой карточкой. Вискаль Барса, Форса Барса, Вамус Барса, нам нужна сегодня победа. Камп Новый. Барселона принимает Эспаньол Дерби. Барселонское Дерби, Каталонское Дерби, я не знаю, как оно называется в реальной жизни, но в общем, это Дерби. Эспаньол находится в нижней половине таблицы, да, практически аутсайдер лиги сейчас Эспаньол, но все-таки имеет в своем составе Эспаньол очень хороший игроков, поэтому для меня Эспаньол, ну, примерно как Севилья или Риал. С ними бы я никогда не просимулировал матч, ну, не то, чтобы никогда, но почти всегда не просимулировал бы. Ну, в общем, Месси в составе у нас сейчас имеется Андре Гомеш, Луисуарес, Неймар. Лучшие игроки сейчас в нашем составе. Переходим к стартовому составу Барселоны. На воротах номер первый Марк Андре Торштеген. Слева направо линия обороны Форди Альба. Восемнадцатый, четырнадцатый Хавер Маскирано, третий Жерар Пике, двадцатый Серхи Роберто. Линия полузащиты пятый Серхио Бускец. Номер восьмой Андрес Униеста, капитан команды. И номер двадцать первый Андре Гомеш. Линия нападения Месси Суарес, Неймар. Десять, девять, одиннадцать. Главный тренер Мистер Эдхо. Переходим к составу Эспаньолу, если, конечно же, он сейчас высветится. Он обязан высветиться. Поехали к составу Эспаньолу. На воротах Диего Лопес, также из известных мне игроков. Это Мартин Демичелес, экс-игрок Манчестер-Сити. Полузащитим, мне знаком Хави Фуэго. И в линии нападения нет у нас Филиппе Кайседо, довольно хорошего игрока. Ну и Хосе Рейс, тридцать трехлетний игрок, девятый номер, видимо, нападающий. Наверняка он скоро будет завершать карьеру. По-моему, это, кстати, игрок Сивили. По-моему, это легенда Сивили, если я ничего не путаю. Возможно, это он, возможно, нет. Главный тренер, ой, главный тренер и главный судья на сегодняшний матч. Альваррио, Ариос, Ромеро. Барселона разводится в центре поля. Луис, Суарес, Лео, Майсей, Форса, Барса. Нам нужна сегодня победа. Вы приехали, чтобы проиграть. Вамос, поехали. Так, нет, все-таки через правый фонд у нас так развивается. Майси, Серки, Роберто. Так. Серки, Роберто. Вот такая вот передача с отскоком от Майси. Лео, Майси удар! Гол! Вот это удар, я думал, сначала больше, в том, как он, с какой траектории заглядил в ближний дом. Какой мощный удар с левой ноги от Майси, офигеть. Открываю отчет Лео, Майси в матче с Испаньолом. Распечатывает ворот Андиего Лопеза. Давайте взглянем на это еще раз. Тут вот такой вот отскок произошел. И Майси, какой удар, мощный. Смотрите, это девятка, если я не ошибаюсь. Это ближняя девятка. Вау! Такой, такой мощный гол. С такой силой ударил Лео, что, конечно же, не было шансов Диего Лопеза. Который на фланге бы хорошо сыграл. Вот, на фланге бы хорошо сыграл. О чем я вам и говорю. Ее передача не точная в центр, однако Луисуарес корпусом играет. Луисуарес удар Диего Лопез. И можно пробовать за Майси сделать сова проход. Вот так вот. И пофиг на фол. И тут уже фол. Да, тут уже не пофиг. Надо было посильнее делать подачу на Имар. Какой удар на Имар? Я думал, залетел удар через себя. Вау! Это было мощно, соглашусь. Я думал, вот это вот уже залетел. Ну, блин! Рядом с крестовиной прилетел мяч. Если бы залетел, это было бы, не знаю. Пока что лучше гол. Смотрим на наши Атеночки. Ну, команда играет неплохо. Суареса бы ее немножко игру подправить. Было бы все очень хорошо. Пока что неплохо. Все, что я могу сказать. Ну, и владение 51 на 49. Ноль ударов Испаньола. И три удара, два в сторону Барсионы. Хорошо, так держать. Нам нужна сегодня победа. Вы приехали, чтобы проиграть. Чтобы проиграть, чтобы проиграть. Бамас, Барса. Вот так вот. Вот на Имара сыграл. Ну, немножко не точно. Но вот таким вот хитрым способом возвращает себе каталонцы мяч. Луис Суарес на фланге. Луис Суарес можно вернуть на Имара. Имар удар. Имар удар. Повторный удар на Имара. На добивание. И мяч вот так вот аккуратненько ложится в сеточку. Ворота. И Неймар. Силиантриар Шавина. Празднуем гол. Забитый. И Неймар. Джуниор. Наконец-то он забивает. Сколько он уже у нас не сбил? Неймар. Матчи 5, наверное. Около 2-3 серии не забил. Неймар. Но и тут раз удар не получился. Второй удар такой легонечкий. И Диего Лопес оказался просто не в той позиции. Защитники прокоролили этот эпизод. Вот. Просто посмотрите. И тут вина обороны. Да. Они просто прокоролили. Ну, Диего Лопес. Так. Ой-ой-ой. Андрей Гомыш как сыграл. Как сыграл. Ниеста. Выход один в один. Но обязан такой реализовывать. Андрей Ниеста не реализовывает. К сожалению. Огромнейшему сожалению. Диего Лопес вот так вот интересным образом приносит мяч. Тут Ниеста. Повторно оказывается с мячом. Но. Эх. Ничего мы не смогли сделать. Ниеста попал в штангу. Выход один в один. Но бывает. Даже с самыми лучшими игроками. Гомыш. Бускетс. Неймар. Уисуарес. Уисуарес. Может потесниться. Уисуарес делает вот так вот. Уисуарес носит удар. Ой. Как это было близко. Месси. Оправляет Суареса один в один. Уи-и-и. Суарес. Месси, Суарес. Неймар. Наконец-то не успевает. В одном матче. Он. Уисуарес. Неймар. Если ничего не подсыпать. В одном матче пока никогда не забывали. Но это момент наконец случился. Отлично. Месси, Суарес, Неймар отлетелись полгода. Наше трио нападение не спит. Они сейчас находятся в хорошей форме перед Эль-Классико. Что? Очень-очень хорошо. 3-0. Прямим по Испаньео. Дома на Камп-Ноу. Вамос, Барса. Форса, Барса. Так держать. Уисуарес. Уис. Блин. Как мы хорошо раскатались сейчас. Чтобы никто не отменял. Но с этой позиции будет исключительно лево Месси. Никто другой, кроме него. Ни пуха, ни пирамеси. Ммм. Черт, забыл сказать. Слишком сильно ударил. Попросили вынести мусор. Мы вынесли Испаньео. Месси, Суарес, Неймар. Сегодня отметились голами. Ну и, конечно же, Мистер Эхо доволен перед Эль-Классико. Месси, Суарес, Неймар находится в отличной форме. Как и вся команда. Мы это видим. Ну и надеюсь, этот же стадион примет в это же время. Уже ровно через пару дней. Жалко, что Мистер не завел штрафной. Я очень хотел забить штрафной. Чтобы было бы все идеально. Статистика. 13 ударов. 9-100. Борселоны. 0 ударов у Испаньео. Как идеальная игровая защита или как плохо играл Испаньео? Я не знаю. Это решать уже вам. Пожалуйста, напишите. Либо защита играла очень хорошо. Вот Альба, смотрите, 7-9. Пикео. Но, скорее всего, тут Испаньео играл плохо. Вот видите, линия нападения Испаньео, особенно с флангами. 5-5, 5-7, 6-3, 6-0 и вон то еще. Ну и пресс-конференция у нас перед этим матчем. Конечно же, давайте дадим комментарий по поводу Лео Месси, который находится в хорошей форме. В принципе, просто похвалим Барселону. Зачем? Мы же все-таки одна команда. Зачем кого-то выделять? Хвалят лидеров чемпионата перед сложным дерби. Ну вот, смотрите, у нас 41 очка, у Реала 39. Мы находимся на первой строчке. Это не может не радовать. Ну и давайте, давайте, давайте. Матч с мадридским Реалом. Вамос! Отличная работа. Благодарим за выполнение одной из задач. Отлично, мы продали футболочки. Одну из задач главных на сезон выполнили. Что не может не радовать, но и предварительный анализ. Принимает непростой. Не просто соседи по вершине турнира таблицы, но и своего принципального соперника. Куб Реал Мадрид. Да. По результатам этого матча одна из команд может вырваться вперед в гонке за чемпионский дитал. Терезрители по всей стране с нетерпением ожидают. Такой по всей стране, по всему миру. Вся планета ждет этого события. Барселона понимает, что если в этом матче удастся получить 3 очка, чемпионский титул, он может практически гарантирован. Но тут нет, тут еще далеко. Если по ответным классику уже выиграли, и там такая разница была, то, возможно, да. Тут пока что еще рано о чем-то говорить. 10 побед подряд. Реал Мадрид выигрывает. Барселона также выигрывает, по-моему, много матчей подряд. Поэтому... Ох, очень мощный будет Реал пока что. А, у нас же реально, смотрите, мы же не проигрывали еще ни разу. Ни Реал, ни Барселона. Смотрите, у нас 13 побед, 2 ничьи. У Реала 12 побед, 3 ничьи. Вот как-то так. Еще и по разнице забитых пропущенных у нас уже на 4 мяча забитых больше, чем у Реала. Но разница мячей просто забитых пропущенных 27. И 0 поражений. Мы единственные из чемпионата Испании, у кого 0 поражений. И сегодня мы можем нанести Реалу в первое поражение в сезоне. И я очень мотивирован на этот матч. Вы не представляете, насколько... Я не хочу сыграть, как Барселона в реальной жизни 1-1. Поэтому сегодня я просто буду... Ох, как отлично играть. Я уверен в своих силах. Вам из Барса, Форса, Барса. Вы приехали, чтобы проиграть. Вам из Барса. В домашней форме играет Барса. В домашней форме играет Мадридский Реал. Абсолютно стартовым составом сыграем мы в сегодняшнем матче. Нам нужна сегодня только победа. Вы сами ждали этот матч. Не меньше меня. Я понимаю прекрасно. Вы понимаете, насколько важен для меня и для Барселоны этот матч. Это Мадридский Реал. Это Эль Классико. Это Барселона. Это Реал Мадрид. Поехали. Вам из Барса. Этот момент настал. Каталония против Испании. Барселона против Реала. Эль Классико. Камп ноу. Приветствую вас всех в этот футбольный вечер. Этот матч, которого вы все ждали не меньше меня. Это 13 серия карьеры за Барселон. Это моя первая классика FIFA 17 на ютубе. На моем канале. Да. Играем мы полностью основным составом. Без никаких исключений. Я вот вижу. 38 мячей забило Барселона. 7 мячей пропустил Реал. Всего. Сила против Силы. Правильно. Действительно. Хороший заголовок. Но действительно. Это два лучших клуба планеты. Ну. На равне, пожалуй, с Баварией. С Сатуньским Мадрид. Но вот Барселона и Реал. Это, конечно же, два самых лучших клуба планеты. Это нельзя переспорить. Как-то Мистер Эдхо. Это его первая дебютная классика. Состав Барселоны. Поехали на воротах. Номер первым. Марк Андрей Терштеген. Слева направо. Линия обороны. 18-й Форди Альба. 14-й Фавер Бускерану. 3-й Жарап Пике. 20-й Серхи Роберто. 5-й Серхио Бускетс. 8-й Капитаны Ньеста. 21-й Андрей Голош. Линия нападения. Месси Суарес Неймар. 10-9-11. Главный тренер. Мистер Эдхо. Я хочу посмотреть на состав Мадридского Реала. Криштиану Роналду. В ваших экранах. В стартом составе сегодня он у Мадрида. И состав Мадридского Реала на воротах. Келлин Келорнава. Слева направо обороны. Марселло с капитанской повязкой Пепа. То есть нету Серхио Рамоса. И Рапель Баран. Справа Дани Карлухаль. Получит от Казамира Модрища. Марко Асенсио. Бензема. Васкес. И Роналду. У них нету Гарета Бейва. У них нету Хамеса. Нету Иско. И нету Рамоса. У нас основной состав полностью. Мы должны сегодня побеждать. Просто вы приехали, чтобы проиграть. Альваро, Ариас, Ромеро. Второй матч подряд на Соди. Даже, по-моему, не второй, а третий или четвертый. Можь подряд Соди. А далее мы преимущество гостям. Вамос Барса. Вискаль Барса. Форса Барса. За Каталонию. Вы приехали. Чтобы проиграть. Даже сказать мне нечего. Это же такой офигенный матч. Вы сами все понимаете. Вамос. Ассенсия. Передача на Модрича. Модрич. 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 И... Все-таки в Бускетс фалит наука Модричи. Ого. Вот так. Ничего. Реал Модрича развести. Значит, не штрафной. Хотя, потому что это хорошо, что не штрафной. Криштиан Роналду. Хотя, кто его знает? Ух. Третью минуту. Первый удар. Второй удар. За пять минут. Вот так вот. Так. Ох. Бускетс, какой передачи можно сделать? Я думаю, это Неймар. Но это оказался Альба, который выдал феноменальную передачу на Суареса. И тут не смог ничего сделать. Андрей Гомеш. Но Месси. 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 Где он? Суарес. Что-то не вижу Суареса. Но есть Неймар. Есть Неймар. Неймар. Опять надо сказать, что-то там матча Неймар. Суар. Одинок. Суар. А вот он, Суарес. Суарес, походу, травму получил. Такой с поля. Неймар открывает счет Вель Классико. К вам от Барса. Отличный удар в дальний угол. Великолепно. Так держать Неймар. Отлично. Уже открыли мысчет в первом тайме. Как радуется мистер Редхо. Это его дебютный гол. Дебютный гол Парселона под его руководством Вель Классико. Неймар забивает его шестой мячемпионате. Неймар разогнался. Уис Суарес. Уис Суарес. Надеюсь, Суарес возвращается. Походу, Суарес возвращается. Суарес идет уже в центр. Он бежит, он разминается. Неймар. Неймар. Так, держать Неймар. Первого голода забил. Хочешь еще один забить? Неймар. Какая передача на Месси? Неймар. Неймар. Делать обожает. Нейсто спасает. Асенсио бьет. Трштейн выручает. Первый тайм завершен. 1-0. Минимальным счетом ведет Барселона. Гол забил Неймар. Вот его и показывает. Один удар, один гол. Сейчас наверняка покажет и гол Неймара. Да, давайте вспомним его. Ну, гол, скорее всего, не покажет. Такого не покажет. Но вот уходим мы на прерыв с минимальным преимуществом. И это очень хорошо. Во втором тайме мы должны удваивать преимущества. Ну, посмотрите на статистику. У Рео пока что по ударам чуть больше. У Рео 5 ударов, 5 створил. У Барса 3 удара, 2 створил. Владение равное практически. Точный способ равное. В общем, игра абсолютно равная. И тот факт, что у нас сейчас травмирован Луис Суарес, немножко нас, конечно, огорчает. Но не настолько сильно. Ну, вот смотрим на оценки Реала. Смотрим на оценки Барса. Криштиану Роналду просто машина. 6-2 рейтинг. Просто тут на Казамира. И опять с мячом Криштиану. Прикновать его бежит Лео Месси. Ну и просто доминируем Межай. Видите, просто Месси и Роналду между собой. Это тоже, я не знаю, как это назвать. Месси. Месси. Включение по флангу. Месси. Неймар. Ой, как опасно. Хотя он на Суарес на самом деле. Ну вот как получилось. Вот так вот ударил. Ой, как сейчас бы хотя бы в штангу попала бы. Было бы уже замечательно. Но неплохой момент у нас вышел. Согласитесь. Хамес, Родригес. Так, Дани Карвахаль и... Странное решение Дани Карвахали. Неймар встал, побежал. Хорош. Ой-ой-ой, пока отвлекся на Неймара. Нас тут тоже атака. Нас тут атака опасная. Терштеген. Бензиман на самом деле не самым лучшим образом пробил. Но Неймар Штеген хладнокровно просто взял и поймал в руки. Даже не отбивая. Так, опа. Ну Пике, Пике ожидал этого. Пике ожидал этого. Но тут уже Хамес. Тут уже Хамес. Хамес! Хамес сравнивает счет на 80-й минуте. Хамес, Родригес. Вот так вот. Интересно. Месси почти что обошел. Но тут стоял большой Пепе, которого он был в состоянии. Оттеснуть корпусом как-то. Еще что-то подобное сделать. Но тут и не ест. А какой филигранный пас, Маэстрой, на вас. Перевор, на вас. Переподача. Травмирован там сейчас игрок Ареала, как мы видим. И прерывают игру. Блин. Кто травмирован? Рафаэль Варан травмирован у мадридского Ареала. Это не может не радовать. Сейчас, наверное, не там выйдет какой-нибудь начо. Нет, вышел Фабио Коэн Трау вместо Варана. Ну и мяч, блин, нам отдают вот таким вот. У нас атака шла. Вот так отдают мяч. Давайте уже делать замену. Знаете, пока не без одной замены играем. Криштиану Роналду. Передача в центр. Хамис, удар. Торштеген. Вытащил. Уф, вынес. Ну, в общем, классика завершена. 1-1. Сыграли мы абсолютно с таким же счетом, как и в реальной жизни. Как бы я этого не хотел. Но не удалось нам добиться победы над мадридским Риевом. Произошлись мы миром. Вот так вот. Надеюсь, в ответном Эль Квасико на Сантьяго Бернебео мы добьемся чего-нибудь большего. Ну вот, Хамис Родригес сегодня действовал, пожалуй, лучше всех. Я их оставил мадридского ряда, его выделю. Ну и выделю то, что да, Реал в некоторых аспектах играл получше. От ударов 8-6 в Барселоне 5-3. И хочу в свое оправдание сказать то, что я записывал игру с Реал Мадридом спустя 2 часа после игры со Спанелом. Так как я вынужден был отойти там по определенным причинам. И поэтому, либо какой я форме был со Спанелом, прям так кричал. Вы слышали, кричал прям. Ну, в общем, был в форме. Был подготовлен к матчу, был мотивирован к матчу. Потом, спустя 2 часа, прошло уже много времени. И я опять его зафифую. Мотивация пропала. И я уже не мог кричать по определенным причинам. Ну, в общем, просто пропала мотивация к победе Греал Мадрида. И та мотивация, которая была в матче со Спанелом, исчезла. По этой причине я и не смог одержать победу над мадридским Реалом. Ну, так бы, наверное, ну, как минимум, 2-0-3-0 точно бы сделал. Неплохо, неплохо. На самом деле, 1-1, и разошлись мы ничью. Поздравляю с открытием летнего трансфер... Ой, я уже гоню. Вот конкретно гоню, вы слышите, что я несу. Поздравляю с открытием зимнего трансферного окна. В первую очередь, вас. Так как вы мне советуете все трансферы. Я без вас таких решений не принимаю. И пока что, как я уже говорил в начале этой серии, я принял решение по двум игрокам официально и по одному игроку неофициально. Это Анхелина и Эмбремор. Неофициально это Тьяго. Тьяго я пока что приобретать не буду, но под конец постараюсь. Уис Цуарес был на 3 недели. Это хороший шанс показать себя Паку Алькасару. Если он себя не покажет, то... Мы будем искать себе другого нападающего. Вот такое вот еще я себе заявление делаю. Чтобы вы слышали, чтобы я потом от вас ничего не скрывал. Чтобы когда, например, условный Паку Алькасар будет выставлен на трансфер, или я его продам за какую-нибудь сумму, или обменяю на кого-нибудь игрока, то вы не были в курсе. Я сейчас официально говорю, если Паку Алькасар не покажет себя в течение травмы Уисе Цуареса, то я буду себе искать нового нападающего. Главные кандидаты на эту позицию, скорее всего, Жерар Де Лоуфелло. Давид Вилья, а также я, возможно, верну Мунира. Ну вот, Мунир, Паку Алькасар... Ой, Мунир, Жерар Де Лоуфелло и Давид Вилья. Вот так вот. Скорее всего, самый вероятный вариант это Жерар Де Лоуфелло. Меня многие просили его вернуть, я за мной его очень хочу вернуть. Но и он может играть не только на позиции форварда, но и на обоих флангах. Еще и по защите может подыгрывать. В общем, замечательно было бы, если бы Де Лоуфелло вернулся. Но пока у нас есть Паку, Де Лоуфелло не вернется. Но вот если Паку заиграет, если Паку забьет хотя бы в одном из этих матчей, то я его, конечно же, в клубе оставлю. Тут просто по-другому и быть не может. Ну и поздравляю теперь уже официально с третьим трансферного окна. 1 января с Новым Годом. Поздравляю вас всех, ребят. С наступающим Новым Годом в реальной жизни. Желаю вам в Новом Году всего того, что вы хотели в 2016-м. Но это не сбылось. Желаю, чтобы это сбылось в 2017-м. Крепкого здоровья вам, счастья и не болейте. Думаю, самое главное – здоровье. Все-таки если есть здоровье, то всего остального можно добиться самому. Пресс-конференция перед матчем с Атлетик Бельбао в рамках Кубка Испании. Да, нам выпал Атлетик Бельбао. Кстати, Бразелуни в реальной жизни тоже Атлетик Бельбао выпал в Кубке Королей. И она тоже сыграет 3-го января или 4-го января в Кубке Короля. Вот как интересно сапало. В общем, скорее всего, следующую серию я запишу. Как раз-таки после того, как Бразелуни сыграет в реальной жизни против Атлетик Бельбао. Тогда и я сыграю против Атлетик Бельбао в своей карьере. Вот так вот мы сделаем. Также я мотивирую Паку Алькасера, чтобы он забивал калуэ. Алькасеру в хорошей форме, ему стоит быть осторожным. Вот так вот я сделал. Действительно слова по делу. Ну и матч Атлетик Бельбао. И потихоньку мы уже будем приступать к трансферам. Ну а с вами был Этхохтюга. Вот так вот прошло Эль Классико. Конечно, не самым лучшим образом. Скорее, больше хайпа было насчет него. Типа, когда Эль Классико? Когда Эль Классико в итоге сыграли в ничью. Не самый интересный матч, если честно. Прям так говорить. Ну и как и в жизни, тоже все ждали Эль Классико. Тут бац, 1-1. Ну, честно, не самая интересная мать была Эль Классико в реальной жизни. Так же и здесь произошло прям дежавю. Надеюсь, ответ на Эль Классико получится более зрелищным. Мы его также будем ожидать. Следующий Эль Классико у нас пройдет весной. Сейчас я даже назову дату, когда пройдет следующий Эль Классико. Следующий Эль Классико у нас состоится аж в апреле. И 23 апреля у нас будет Эль Классико. После матча с Реалом и Съеданом у нас будет перерыв почти что в одну неделю. Да, ровно в неделю будет перерыв. Поэтому, в принципе, весь основной состав будет готов к матчу с Реалом Мадридом. Ну и потом после этого Сесуна и Испаньол. Также после Реала опять Испаньол. Лига чемпионов у нас в феврале. Также в феврале у нас матч с Атлетикой Мадрид. Очень интересный. Ну и вот календарь на январь. Это Атлетик Бельбао, Вильяреал, Атлетик Бельбао, Лас-Пальмес, Айбар, Реал-Бетис. И закрытие трансферного окна. С вами был Эдхо. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на официальную группу ВКонтакте, чтобы потом быть в курсе всех свежих новостей. Не писать почему-то, почему это, где ролики. И чтобы вышла следующая серия, я прошу набрать вас 70 лайков. Причину еще раз объясняю. Трансферное окно открыто. Если вы хотите увидеть новичков в моей команде, то 70 лайков следующая серия будет на подходе. Следующая серия выйдет уже 100% в новом году, в январе. В первых числах января я обещаю, я ее выпущу. Еще раз поздравляю всех с наступающим новым годом. Всем удачи, всем пока. Болейте только футболом.